Наум Геннадий Ильич, издатель, редактор и исполнительный директор фонда Института городского развития, который создали Токарев и Дембич, известные вам люди. В данном случае я хочу, как это ни парадоксально, пролоббировать интересы наших малых территорий, то есть муниципальных районов. Стратегия 2030 призывает республику прыгнуть за черту, но прыжок за черту способны совершить и наши муниципальные районы. Потенциал своей фишки есть у каждого района, но парадокс заключается в том, как это ни парадоксально, наши муниципалитеты не имеют ключевого документа, инвестиционного паспорта, инвестиционной карты. Мы взяли на себя наглость, инициативу, сделали пилотный проект, инвестиционный паспорт Мамадышевского района. Анализ выявил около 30 инвестиционных ниш и конкретных инвестиционных проектов. Красивый, шикарный документ получился. Что дальше? Как вы полагаете, может быть, да, в чем, собственно говоря, второй момент. Как прыгнуть за черту предпринимателю, за черту, которую порой разделяет президента и аппарат. Когда мы показали вот этот ключевой документ, повторяю, одному из молодых членов правительства, реакция была такая. Не актуально в кризис. Как вы полагаете, инвестиционный паспорт актуален или нет? Если актуально, то какая здесь, может быть, программа целевая и вообще механизм реализации этого проекта? Ну, я не видел тех документов, которые вы подготовили. Я считаю, что каждый муниципалитет должен иметь такую программу. Даже если, может быть, качество не то, это уже попытка сделать что-то вперед. Я думаю, мы, наоборот, будем поощрять, чтобы такой инвестиционный паспорт был. Дальше, значит, ну, я как знаю, что Мамадыш, он претендует на создание индустриального парка, да? Там работает по привлечению, там наш руководитель, он такой активный, активный и ищет предпринимателей. Ну, наверное, кто-то мог сказать неактуально, я не знаю, кто вам так сказал. В любом случае, вот я, то, что все говорят, кризис, мы там с турками обсуждаем создание большого тип личного хозяйства. На особой зоне мы рассмотрели шесть проектов, которые предполагают строительство нового завода. То есть, это нельзя, я еще раз говорю, пугать себя кризисом. Надо, наоборот, искать пути инвесторов и реализации проекта. Ну, сейчас вот поступили заявки от ряда других районов, да? Ну, естественно, сами, чушь говоря, откровенно встает вопрос, а где средства на такой документ? Не могли бы вы нам, Геннадий Ильич, разработать схему финансирования этого проекта? А почему же он руководитель района, себе машину может купить, там, какие-то эти? Если он не думает о своем развитии, ему все время дядя должен, что ли, все делать? И потом, очень важно, чтобы они правильно техзадания давали вам. Я не уверен, что вы сделали то, что нужно для района. Если техзадание, оно не соответствует той идеологии развития этой территории, то есть, вот мы почему программу 2030 озвучиваем, рассказываем? Мы говорим, что в этом процессе были все. Все ее услышали, могли критиковать ее, могли поправить. Такая же работа должна быть по каждому. Я же поэтому сказал, вот 2030, а на детализации должна быть по каждому муниципалитету. И как раз... Такой паспорт, он ведь основой для стратегии района, разве, для разработки. Стратегия района. Ну, молодец, если ты это умеешь. Ваша работа будет востребована, однозначно. Вообще, был сабыт, у нас была. Рустам Галич, позвольте добавить. Большое спасибо за вашу такую инициативу. Во-первых, существует в республике такой государственный информационный ресурс, инвестиционная карта Республики Татарстан, ресурс, который мы делаем уже два с лишним года. Мы его наполняем совместно с Министерством экономики. Вот туда надо этот ресурс разместить. Есть, пожалуйста, после встречи, буду признателен, ваши контакты. И если вы дадите предложение по стандартам этого инвестиционного паспорта, в каждый район есть. Но вообще, такие стандарты есть. И в каждом районе, если зайдете на этот ресурс, я призываю всех посмотреть. Если кому-то интересно, карта.татарстан.ру, есть много интересной информации. Может быть, мы сделаем так, кто у нас специализируется в этом направлении. Надо провести презентацию, там круглый стол, рассказать. И это будет примером и для других муниципалитетов. Может быть, или ТПП-площадка, или Симур Дмитриевич, когда собирает, мы готовы будем отдельно этим ресурсом поделиться. Отдельно можно собраться, да. Хорошо. Сделаем. Спасибо.